Ох, это мой ладжо, но статяна Салмановна Макту, стаи фудеря. В общем, грею, греющим. Ох, чесночок уже покрошила, чесночок покрошила, хрен положила. Сейчас я в супчик поставлю в холодильник. Шубку, шубку, наверное, повесим туда, повесим, да, шубку. Ох, супчик. Какого-то каротические. В общем, супчик. Ох, щи. Щи сейчас я вам запокажу. Запокажу, большой цвет включу, запокажу. Оттуда запокажу. Потому что у меня на зарядочке стоит компьютер. На зарядочке. С такой штучкой. В общем, здесь я вам запоказываю. Ох, такая супер эротическая. Сейчас буду кушать. Ох, это шикардос. Просто супер шикардос. Чайчик кивит. Да. Так. 8, 18, 28 минут позитива. Статьяна Солманова, кто в сейф-кудине? Это я. Так. Стопчик. Ш-ш-ш-ш. Ш-ш-ш-ш. Вот оно. Толеска. На. Толеска. Толеска. Они запоказаны. Модельки, сказочные. Могущество. Фаст. Слоп. Слоп. Момица. Широк. Лоск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супчик? 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 И когда вы достаете и ставите на стол, куплены у нас чудо-кухотный комбайн. Включайте его. И гладкие разбегаются сами собой. Дритут его, дритут его. Слушай, не надо мне ничего втирать, втюхивать, впаривать. Мне не надо, я хотел вам вырубалывать в богатство, воплощица. И в лице субботу. А-а-а. Горландуюсь-то. Горландуюсь-то. Не такой фантазий. О, это сейчас. Волшебный нам. Чин? Михаил. Добрый вечер, дамы и господа. Восприветствует женщина-чин. Добрый вечер, дамы и господа. Ах, вот не читаю. Читаю мою книгу. Автор читает книгу. Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания. На чем мы остановились. Благодарите. В общем, здесь у меня А. Сейчас я поставлю тучку. Сюда еще что-нибудь обязательно поставить. Благодарите и вы станете своеобразным магнитом, притягивающим добро, изобилие и процветание. Если вы не являетесь продавцом, но у вас есть ряд нерешенных проблем, прямо сейчас поблагодарите жизнь за все, что она вам дала. Если вдруг что-либо не получается, идет не так, как хотелось бы, или вы столкнулись с трудной ситуацией, это сигнал о необходимости. Это 169-я страница. Значит так, 170-ю переворачиваю. Признание того блага, которое у вас уже есть. И напоминание о необходимости быть благодарным. Так что вот. Может быть, Вселенная хочет обратить ваше внимание на те дары и то, что происходит в вашей жизни. А вы проходите мимо и не обращаете особого внимания или принимаете это как должное. Каждый день в вашей жизни происходят хорошие вещи. Другое дело, как вы их воспринимаете. Ну, что сказать. В общем, на самом деле, конечно, книгу я писала в Америке. Знаете, когда живешь, живешь, в общем, достаточно так богато, в таком, там, красивом доме, на всех сытке, ну, лоб, лоб, коннептикут. В общем, правда, вообще, на самом деле, без, в принципе, особых проблем, то, конечно, знаете, я в таком, там, супер-позитиве писала эту книгу. Сейчас, конечно, такие спорные моменты. Ну, Татьяна Салмана как бы не спорит, но моменты такие очень, может быть, бы сейчас я так не написала. Я бы как бы опустила это. Просто, знаете, когда вот так, совсем на таком, вообще, в позитиве-позитиве, я как бы вот так написала. Когда уже понимаешь, знаете, вот это, в 10 тысяч рублей за электричество, в холодном мыринге, в общем, там, 9 дней надо было 60 тысяч рублей за электричество заплатить. Так они мне там три раза включали электричество. В общем, понимаете, в общем, как-то вот так. Если в настоящий момент вы оказались в самых спесненных обстоятельствах, надо заставить себя думать о хороших перспективах, друзья мои. Концентрироваться на том изобилии, которое вам доступно, например, на природе ее дарах. Так, благодарите за то, что у вас есть, а у вас есть жизнь. Бесценный дар. Кстати, в книге Джона Кеха, Джон Кеха так и пишет, что он жил вообще, знаете, вот там, дровами отапливал. В лесу, в общем, отапливался дровами, жил там в таком небольшом каком-то доме. Вот такие вот дела. Но природа была щедра. Он выходил вообще вот на улицу и, в общем, благодарил. Благодарил то, что у него было, благодарил за пищу, благодарил за изобилие вообще, так скажем, в общем, природы, листьев и так далее. Ну, что он в лесу мог увидеть? Деревья, листья, трава. Не знаю, небо, звездное небо. Супчик немножко остывает, то есть нужно, конечно, кушать, концентрироваться на супчике. Страница 170-я. Посвященная, посвященная, учит нас, что жизнь – это великий дар. И если человек искренне благодарен за этот дар, он получит и все остальное. Ну, на самом деле, можно сказать, наверное, такой спорный. Я, конечно, не спорю, но такой немножко спорный, конечно, вопрос, что значит все остальное. Да, вот, в общем, как-то. В общем, надо было, конечно, может быть, еще как-то вот. Но она очень сильна в таком позитиве. А тоже рассчитывала. С таким азартом, любовью. В общем, изучала. Изучала материал, написала книжку. Знаете, вот это вот, от всей души. Так старалась. Хотела, чтобы она была лучше книги Бодешефера. Бодешефера. Знаете, книжка Бодешефера. Как-то вот думала, книжку напишу. Видео засняла в 2007-2008 году в Америке. Сделаю такое видео. Книжку буду, в общем, сделаю семинары. Буду писать книжки, буду путешествовать, буду читать лекции. Вы понимаете, да? Заработаю, знаете, поскольку мне это очень нравится. Заработаю так достойно, такие очень хорошие деньги. А очень хорошие деньги, в моем понимании, хрена, немножко хрена. А что, остывает. Сейчас, наверное, будут подогреть, прям, знаете, надо все покушать. Очень хорошие деньги. Знаете, Татьяна Салмана считает, что они хорошие деньги. Знаете, это когда можно на эти деньги отель купить. Хороший отель, 5 звезд, например. Потому что у всех же категории там вот это вот разные, правильно? В общем, такими категориями я мыслила, когда книжку писала. Сейчас подогрею супчик на стул, представляете? А стул суп. Сейчас подогрею. Сейчас подогрею, потому что ничего. Захладно кушать. Пусть греется. Так что вот. Ой, на чем мы тут остановились? Так, вокруг. Оглянитесь вокруг. Оглянитесь вокруг. И вы увидите бесконечные дары. Ваша жизнь, ваша семья, ваши родные и близкие люди. Возможность каждый день любоваться восходом и закатом солнца. И заметьте, все это бесплатно. Если бы взималась плата за такую возможность, то люди ценили бы это больше. Ну да. Я вам там загрузила юморикона, юморикон Петросяну, он такой, знаете, по типу какому-то там церкви. Ну такой юморикон, знаете, я бы ответила на этот юморикон Петросяна, или как там, Петросяна, да, или кто там. По поводу церкви, юморикон, я просто увидела и загрузила. Такой там, может в церкви кому-то, типа там, отойти, в общем, каучи не мешай, там, вот тебе там деньги. Вот дай тут это поговорить, вообще какие-то большие вопросы решить. Так что вот. Знаете, на такое хамство, знаете, создатели неба и земли, по типу, знаете, там церкви какую-то построить надо, вот ты мне помоги, а я тебе там процентики отстегну. Понимаете? За такой вот этот вот, за такой вот этот вот, знаете, как говорится, такой, знаете, вот этот разговор, наверное, слишком вольготный, понимаете, слишком вольготный, понимаете, чтобы так разговаривать с создателем неба и земли. Я думаю, что вот если так разговаривать, создать мне бы земли, в общем, так и ответить за такой, знаете, такой вот, такой неформальный подход. Все-таки побольше уважения надо. Он и ответит. Так что вот, как-то что-то тут у нас бесплатно. Так что вот, возможность любоваться восходом, закатом, солнцем. Он скажет, повесливее как-то надо. Тогда будет это за плату с ума. А, хочешь там посмотреть, короче? Так, сын, короче. Не надо хамить вообще в бизнес-классе. Вот, хотя она сама немножко тоже, ну, вы поняли идею, это типа метафора, я сказала. Такое мнение свое высказано, субъективное. Потому что уж так совсем хамить, да, вот это вот, и такие вот эти юмориконы выкладывать, это как бы не очень вообще. Все-таки как бы, я считаю, что в церкви со свечками уже все-таки как-то в поклоне и уважении все-таки как-то вот это, да, не так. По типу там, чего-то мы сейчас это-то решим. Ну, вы поняли, да, вот вы там, посмотрите, посмотрите, пока я не удалила. Я думаю, ответ будет такой, не то, что там какие-то процентики. Он скажет, да я сейчас все это сниму там вообще с твоих там счетов и все, короче, все это мои процентики и вообще, короче, восход, закат, он платный. И не надо вообще-то хамить, еще нужно знать свое место. Это метафорично, я просто вам объясняю. Такая метафора. А как вы хотели-то? Да, так оно вот это звучит, знаете, вот это вот так вот. Ну, и здесь такая метафора, такая мое субъективное вот такое вот мнение. Так что вот на эту тему. Я так посмотрела, конечно, немножко, но, понимаете, если как-то смеяться или что-то там шутить, я думаю, что нужно какие-то другие немножко какие-то темы такие подобрать, выбрать, а не брать, в общем, что это там такое. Так что вот. 18 минут позитива, студия позитивного мышления, Татьяна Салмановна Мактум, Сейфудин Диа. Сейчас здесь, смотрите, сейчас у нас 4 часа ночи, 17 минут, 6 января 2021 год.